К другим темам выпуска. В Саратовской области сдавали пятый по счету единый госэкзамен с начала ЕГЭ-компании 2015. О чем волнуются школьники и как борются за чистоту их знаний учителя? Смотрите в нашем сюжете. Ребята, третья аудитория, документы развернули, приготовили. Строй гидосмотр по пути на единый госэкзамен. Никаких сумок, бутылочек с водой и сотовых телефонов. Металлоискатель не обманешь. С собой только паспорт и гелевая черная ручка. Потому что контуры письма должны быть четко различимыми. Ручка, конечно, не одна. Ручек нужно много, потому что она может закончиться. Это неприятно и никто нового не даст. Здесь выпускники разных школ Саратова. Их рассаживает по классам компьютерная программа, чтобы соседями не оказались одноклассники и не было соблазна подсказки. Выходить из класса можно в туалет, попить воды, к врачу. Но все в сопровождении взрослого. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, вставать с мест, пересаживаться. В случае нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ, вы будете удалены с экзамена. Химию сдают 24 человека. Общество знания – 140. Перевес легко объясним. Общество знания пригодится при поступлении на многие гуманитарные специальности. Я его взял как добавочный предмет. Если я не поступлю в театральный, то мне придется пойти куда-нибудь еще, и баллы по обществу знания могут пригодиться. Например, на филфакт. Александра Панюкова сдает химию. Мечтает поступить в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Говорит, готовилась серьезно. Спецлитература, репетиторы, опять же родители-медики. Так что переживает Саша не за качество своих знаний. Я волнуюсь за нехватку времени, потому что экзамен длится всего лишь три часа. В принципе, задания достаточно однотипные, но времени может не хватить. Ровно в 10 часов распечатывают конверты с заданиями. Они прибыли в Саратов из Москвы утром в день сдачи. ЕГЭ по химии идет три часа, общество знания почти четыре. Бывали случаи, когда сдающие управлялись тестами раньше срока. С таким случаем, в общем-то, мы столкнулись на базовой математике. Видимо, дети, подстраховавшись, выбрали и тот, и другой предмет. И на базовой математике уже через 40 минут начали покидать свою аудиторию, при этом выполнив практически все задания. За всю кампанию ЕГЭ-2015 в 4-м лицее Саратова лишь один мальчик перенервничал, и медики разрешили ему пересдать позднее. А вот в Духовницком и Марксовском районах старшеклассники были удалены с ЕГЭ за наличие сотового телефона и шпаргалки без права пересдачи.